и здравствуйте дорогие подписчики и зрители канала мы продолжаем прохождение игры ведьмак 3 дикая охота в прошлой серии мы нашли йеннифер наконец-таки точнее она нас нашла мы приехали в изиму и нам назначил аудиенцию король нильфгардцев или император правильно вот мы к ней в конце про же серии готовились нас отделе побрили восстановили решение которым принимали ведьмаке 2 каких нихера не помню но давайте она продолжим и узнаем что у нас дальше будет по сюжету так продолжить будет обращаться только по его явному соизволению соответственно его имена ваше архиве великолепие и симператор может этого настроения не разделить достаточно пахте величество сказанное громко выразительно испочтение так 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 поклонимся конечно же мышнее нежно император а р р а это ордер эвелин нам он в адгар в оборту я думал ты ни перед кем не склоняешься я не хотел чтобы у камергера были неприятности он сладкий мужик полагаю ты вызвал меня не за тем чтобы вспоминать старые добрые времена значит молчи моя дочь цирива вернулась и она в опасность за ней гонится дикая охота найди и приведи ко мне ты уверен цири уехала очень далеко думаешь я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны если бы это были досужие сплетни я думаю что даже император может ошибаться насколько ты без так у меня нет ни времени ни особого желания тебя убеждать это сделает я не после аудиенции почему я купил людей в твоем войске 20 тысяч 30 почему я ты сам потому что она тебе верит да верит так скажи зачем тебе искать дело же не в том чтобы наверстать упущенные годы дело в интересах государства как всегда хватит слов и все равно согласишься хотя бы потому что я тебе заплачу больше чем ты обычно берешь за заказ значительно больше сделаю это ради цири оставь свою щедрость для тех у кого войска сожгли дом я сделаю это ради цири не ради твоего золота мотивы меня не интересуют только результат остальное тебе скажет я аудиенция окончена мери проводи его к чародей значит будем выручать цири ваша милость извольте пройти за мной прошу держаться в рамках при в конце много почетных гостей которых ваша милость презираю не должны беспокоить так что мы сейчас будем делать красиво тут прям бегать нельзя как только вы закончите прошу прийти ко мне за своими вещами ладно тогда записывать на самом деле власть в новиграде осуществляют не купцы и не городские советники а церковь вечного огня и преступников иногда так что нам Йеннифер расскажет в этом дублете ты потрясающего будешь жду не дождусь кем-то я смогу его снять в других обстоятельствах я бы расценила это как предложение и может быть даже воспользовалась бы им но нас ждут другие дела теперь ты понимаешь почему я при дворе имгра да и похоже на то что мы теперь в одной лодке цели правда вернулась это не ошибка ну судя по сообщениям наших агентов получается как-то так маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу так правда она выросла ждет меня она и вправду выросла прошло немало лет с тех пор как ты учуила в Каэр Морхене многое изменилось а вот ты не чури как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов но сейчас давай сосредоточимся на цели хорошо Энгер говорил что ее преследует дикая охота мне было бы тяжело в это поверить если бы не вчерашняя как они нас учуяли из-за меня понимаешь я ищу цири уже много месяцев заклинания локализации и романтия геомантия и тому подобное я знала что дикая охота может это почувствовать найти меня но думала что сумею их обмануть что ж не получилось с некоторых пор я чувствовала что они идут за мной по бедам охотятся на меня если бы не ты и солдаты Энгера они бы добились своего не знаю чем закончится следующая такая встреча и не могу искать придется закончить с Чарли и вернуться к более традиционным методам попросить о помощи лучшего следопыта которого я знаю ты должен ее найти Гер прежде чем это сделает дикая охота так чего хочет цель дикая охота его дикая охота может хотеть от цели понятия не имею я бы отправила им письмо с этим вопросом но не знаю куда писать мне известно не больше чем тебе наверное это имеет отношение к ее крови к ее дару а зачем он дикая охота об этом я и думать не хочу ну так где видели цели где именно видели цели в двух местах в Велине и в Новиграде след в Велине пожалуй самое интересное начни оттуда в корчме на распутье спроси про купца Гендрика хэх 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 ну вот джиж наверняка она будет рада меня видеть а ты что собираешься делать я сейчас же отправляюсь на скельги там произошел выброс магической энергии который уничтожил пол леса и кажется это как-то связано с целью я буду в Каир трольда присоединяйся ко мне когда что-нибудь узнаешь так давайте вот это прежде чем мы расстанемся почему ты не появилась раньше я был тебе не нужен не это явно тебе не нужно я слышала бы из приз замечательная я я потерял память правда отличная отговорка давай не будем на этот день если я еще раз услышу все не так как тебе кажется или теперь я понял как тебя люблю я за себя не ручаюсь ну ладно ну вот мы снова разъезжаемся жаль но я понимаю время не ждет это правда может мне сразу телепортировать тебя в Велен ну уж нет я поеду верхом только сначала переоденусь дело твое кстати тебе правда идет черный бархат ты думаешь может обошью себе и в доспехе удачи, Йена и тебе послушай если ты вдруг захочешь узнать что случилось в мире пока ты шатался с весенером по бездорожнику поговори с послом воратор это вон тот день и я знаю что кругом война все такое но не пытайся стать героем хорошо просто проверить и следы и приезжать ко мне живым и здоровым я буду тебя ждать ну ладно так с послом поговорим узнаем новости так про войну про войну впрочем изначал не считая неизбежно неизбежно закончится триумфом мы думали мы думали что он запросит мира может даже принесет вассальную присягу уверенные в победе ждали когда сойдет снизу продавит принесет присягу да но зря надеялись вместо того чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска продавит прошел через заслеженные пустульские горы и атаковал коэдвен своего союзника продавит застал их врасплох поскольку коэдвенцы и так упали духом достаточно было нескольких поигранных стычек чтобы они сложили оружие и перешли на сторону рядами так к весне вместо двух ослабленных врагов нас был только один зато мы вы счастливы мы слышу там голосе восхищение твоим голосе восхищение рада вид враг но я не могу отказать ему в хитрости он провел нас как детей не слишком сообразительными вернемся к войне по весне дело дошло до великой битвы напастящих веленом великой но не решающей потери с обеих сторон или огромным пожалуй без прецедента рада вид отступил за фонд пока что он там в безопасности до тех пор пока с юга не придут крепление тогда император ингры варенрейс расправиться с ним окончательно а почему вы просто не пошли домой сберегли бы всем сил и множество людских жизней боюсь так послышнем высоко чтобы бросить теперь можно играть только в оба так ладно что там в велении как сейчас из вели в велени простите в этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами а теперь он захлебнулся в крови войска прошли через него несколько раз вытоптали поля ограбили амбары сожгли деревни начался голод понятно и как у вас получается управлять этим раем на земле не очень честно говоря наши силы и так растянуты а велен это сплошные топи и густые леса тяжело контролировать такую территорию многие патрули не возвращаются в гарнизон так что сейчас там правит от нашего имени один норги он был мелким офицером темерской армии филипп стэнгер более известный под своим ном де гер кровавый барон не связывайся с ним по-хорошему тебе советую ну ладно так что там в новиграде какие вести из новиграда вольный город все еще вольный да хотя все знают что ненадолго в аксинфурте сидит продавит а император здесь в изиме слишком близко обоим нужны деньги и мощный флот а новиград может дать и то и другое поэтому атмосфера в городе несколько нервная то есть как люди справляются со страхом они ищут утешения и козлов отпущения церковь вечного огня прекрасно это понимает поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных кто развязал войну кто на ней зарабатывает известны кто чародеи краснолюбе словом вырытки я на должности в новиграде уже 13 лет сперва как консульс потом посолку жестокость цинизм алчность но даже меня бросает дрожь от того что сейчас там творится да ладно что нового носки линия а что нового носки ли я носки ли простите островитяне же так этим гордятся делать все согласно традиции как деды и прадеды а потому как деды и прадеды они грызутся друг с другом крадут иногда нападают на наши транспорты это утомительно но не более того скеллиги всегда был на обочине истории там и останется так уверен а если король бран сумеет примирить ярлов и поведет их против вашего флота король бран немощный старец из того что я слышал он даже не помнит имен своих вассалов так что вряд ли что-то получится с объединением так ну все спросили вроде спасибо за помощь спасибо за помощь не за что пусть великое солнце освещает так ладно тихо тихо не буянь ну-ка узнали все новости что в мире это творится так пойдемте с нашим снаряжением чем могу служить вашей милости отдай мои вещи цитрус и гвозди гермет благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит себя нет покорнейше благодарю император не славится терпением он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее да он кажется что-то об этом говорил прощай так так правильно видел вот он кто-то ну а в гвинт не что-то не хочу в игре еще играть прощай я думал куда задание так ладно так 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 эммм на р3 так нам надо в вилян ну то есть вот сюда давай на двор весельников интересно конечно встреча с яннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания геральта висит геральт узнал что его подопечная цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность по приказу императора и по просьбе яннифер геральт отправился на поиски цит к чувству долгом и искать ее будем долгая загрузка вот видимо сейчас начинается уже сама собственно игра то есть то что было до этого это было обучение то есть сначала просто обучение потом маленький открытый мир чтобы мы научились жить в игре скажем так и собственно сама игра с огромным открытым миром вилян цир на эти мере пять дней спустя пять дней добирались прикольно Будет прикид сменить Там, видите, ромбики Что-то не очень нравится Так, давайте посмотрим Что у нас здесь есть Куча, куча Да, здесь Так, делегатский связной Да, нам туда надо Мы здесь Ну, для начала заедем сюда Так, тихо Собаки, что ли? Ладно, не будем на собак отвлекаться Тихо, тихо Спешимся Почитаем, что у нас есть Так, канун дядов Скоро канун дядов Несчастные души, неупокоенные души, голодные устали Испуганные Скоро они появятся среди нас Мы вырежем им посохи Дадим поесть Мы их напоим Мы их отправим На тот свет Пением, молитвы и заклянем Готовьтесь, люди Так, предупреждение Не распускайте язык У деревьев есть уши Так, сим Объявляется следующее Каждый, у кого есть дойная корова Должен до конца недели Привезти ее в замок Во Вроницах Кто этого не сделает И у кого во двери такую корову найдем Получит 50 плетей И потеряет свое имущество Кто донесет на укрывателя Получит мешок зерна в награду Прикольно Так, ищу проводника Который пройдет мне с семьей На ту сторону Пантара У нас пятеро Я жена и трое детей И меньше ему два года Но он тихий, не кричит Сода там не выдаст Я не богат Но отдам все, что имею Если нужно, еще одолжу Или отработаю Сделаю все Только бы выбраться из велино Помогите, люди добрые Так Просьба помощи Люди добрые Накормилась их голодными Блинами из желудевой муки Уже тридяне лежат Они могут встать И живот у них скрутило Они только рвут и плачут Если знаете, как им помочь Задите в мою избу Благодарить нечем Кроме как теплым словом и молитвой Пропавшая жена Люди добрые Сжальтесь Помогите мне в беде Жена моя Ганна пропала Пошла несколько дней Азат в лес И до сих пор Не вернулась Я уж не знаю, что и думать И заплачу Любую цену Тому, кто мне ее вернет Или хотя бы скажет Где ее искать Нелен охотник Из больших сучьев Так Что у нас там за задания появились Вот у нас так Костры Новиграда Ого, нифига себе Заглянем домой К Трис А, ну это Это потом мне, короче Дикое сердце Погоди с охотником По имени Нелен Рекомендуем уровень 7 Так у меня же четвертый Ну ладно Пойдемте Побеседуем А потом Сходим к связному Так Иди Куда бежать-то Что Ох, твою мать Нет, давайте сходим К связному А потом туда уже Короче Понабрали заданий Так Задания Давайте по основному Пойдем Плотушка Пой отсюда Поехали Ох Сколько висельников Так Кому-то Нужна помощь Ну-ка Паскуда Блин Пустик Разрешайся Ах ты Тварь Че такое Разреши меня Сейчас же новые Набегут Если набегут Я ими займусь А сейчас Давай-ка поговорим Я предпочитаю Знать Кого Развернут Ян Вердун Служил В 10 Мориборской Что-то Ты отстал От своей армии Моей армии Больше нет Нильф Ее Разбили Но я Дал Деру В лес Не дожидаясь Этого Пристал В группе Беженцев Приисполненных Сука Патриотизм Едва Не узнали Что я бросил Зимерию В беде Связали меня Когтюм И оставили На поживу Утопцем Сурово Ладно Развяжем Че Спасибо Я уж думал Ты меня тут Оставишь На верную Смерть Хотел бы Я тебя Как-нибудь Отблагодарить Но у меня Даже Ломаной Кроны Что делать Какие мои Убытьки Спасибо Ведьма Пусть тебе Повезет Может потом Он когда-нибудь Поможет Так Ладно Этих Ублёнков Мы Завалили Так Где Плотушка Так Ты че Мою лошадь Бежишь Спасибо Ведьма Пусть тебе Повезет Спасибо Ведьма Да Пусть тебе Повезет Так Ладно Куда Нам Там Бежать Сейчас Жусти Крадается Давайте Добежим До Срезного И Закончим На этом Серию Ух Там Утопцев Ну и Сколько Блин Какой Чужой Это Не на меня Чужие Какие Чужие Ксеноморфы Что Ли Ребят Веча Ну Ладно Так Это Мы знаем Это Мы знаем Недоброе Микель Пропал Возьмем Это Мы тоже Брали Мы не знаем Так Вы Суете Что Украшенные Всякие Вкусные Так Прикольно Ладно Пойдемте Пропавший Брат В этом И Сделаем Обязательно Так Распрости Вагентик Генрики Ну-ка Я Еще Одного Человека Зовется Генрика На Кое Дело Есть Дело Дай Бутыль Жан Прискакал Прискакал Кто Там И Все Сразу Уходят Что-то Не к добру Все Это Я Черный Вход Гости Приехали Что За Люди Корчмарь Бокер Это Кто Грабрый Видать Вояка Два Меча Навесил Ты Седой На Что Тебе Два Меча В Штанах Он Два Хера Гершер Ты Сука Глупой Скажешь Кто Ты Такой Есть Или Тебе Язык Ножом Развязать Опять Бить Их Так Ну Видимо Спрашиваешь Зачем Мне Два Меча Один Для Чудовищ Другой Для Людей Член Меня Один Я Дрожь Его На него Глядеть То Нельзя Он Похуже Прокаженных Будет Видал Я Одного Такого Полдюжины Людей Порубил Кровь Повсюду А сам И не Почесался От Него Трупами Смердит Если Пусть Лучше Бояться Чем Нарываются Голубу А там Мужик Стоит С сыном Вот Ладный Хлопчик Думаю А Дочку Должно Быть Спрят Спасибо Нилсдэй Что не стали Затемать Свары С этими Поганцами Я Ни в свои Дела Не лезу Желаете Нилсдэй Остановиться В моей Корчмя Нет Ага Мне надо Только узнать Где Ден Он Живет В селе Верес Не знаю Где За Пригорком Утру Зарило Там Полыхало Может Импер Напали Было бы Печально Что ты Знаешь Гендрики Странный Он Мужик Пришел Неведом Откуда Не понять Зачем Пригрел При себе Вдову Мне Мужик За кусок Хлеба Забили Стал Снижить Люди Барона Чужих Не любят Он Им Дороги Не Переходят Всегда Знает Когда Они Явятся И тут же Пропадают Спасибо Карчимач Значит Нам Нужно Другую Деревушку Пойдемте На выход Этих Не будем Трогать Так Ладно Давайте На этом Закончим Сохранюсь На всякий Случай Если вам Понравилось Ставьте Лайки Пишите Комментарии Подписывайтесь На канал Всего Хорошего Всем Пока Трога 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 Ну-ка, подождите. Так.